Салют, друзья! Сегодня ко мне приехали идеальные по соотношению цена-качество наушники QCY MeloBuds HT05. За 28 баксов ты получаешь стильный дизайн с хорошим качеством исполнения, всплывающую анимацию подключения с отображением уровня заряда каждого наушника, удобное приложение с хорошим функционалом для гибких настроек, систему активного шумоподавления и прозрачный режим, контроль регулировки громкости, 6 микрофонов ENC, отличную автономность и сбалансированный мелодичный звук. Добро пожаловать на канал China Production и, пожалуй, начнем! Итак, приехала посылочка за 20 дней, давайте будем скрывать и разбираться. А здесь находятся, друзья, наушники от компании QCI. Кто не знает про этот бренд, добро пожаловать на их сайт, там вы можете ознакомиться со всей продукцией этой компании. Они в основном занимаются продажей большого ассортимента наушников, есть на любой бюджет, чуть подороже, чуть подешевле. Мне очень нравится эта компания, потому что какие бы ты наушники не купил, бюджетные или чуть подороже, всегда будет гарантировано качество и хороший звук. Ссылку на официальный магазин, а также на данные наушники будут внизу под видео в описании. Давайте снимем пленку и посмотрим, какая информация есть на коробочке. Как всегда, коробочка выполнена в стандартном стиле QCI, серо-желтый цвет. На самой коробке нанесено изображение с этими наушниками. У них установлен 10-миллиметровый драйвер. Также есть 6 микрофонов с системой шумоподавления. Ну и сами наушники имеют систему активного шумоподавления. Моделька называется QCI-HT05 или MeloBuds. С обратной стороны есть технические характеристики. Название QCI-MeloBuds ANC. Расстояние Bluetooth соединения 10 метров. Время зарядки 2 часа. Режим ожидания 30 часов. Режим воспроизведения музыки 7,5 часов. Ничего себе. Ниже мы видим такую специальную вот наклеечку. Стираем здесь монеткой и там вводим на сайте число. С помощью этого числа мы проверяем, если эти наушники являются подлинными. Давайте посмотрим комплектацию. Так, наушники у нас лежат отдельно от кейса. Это хорошо, потому что они не будут разряжать сам кейс. Вот так они выглядят. Очень аккуратные. Тут такая есть пленка. Непонятно для чего это пленка, потому что наушники не лежат в кейсе и контакты здесь защищать не нужно. Они имеют амбушюры, соответственно они внутриканальные. Посмотрим на сам кейс, как он выглядит. Не сказать, что он сильно большой, но и не совсем миниатюрный. Также в комплекте еще есть сменные амбушюры и кабель для зарядки. Ну и конечно же инструкция, которую вам не нужно будет читать, потому что вы посмотрите мой обзор и вам все сразу понятно. Наушники поддерживают приложение, поэтому есть тут специальный такой вот QR-код, чтобы скачать его. Ну что ж, это была комплектация. На первый взгляд мне все нравится. На борту есть система активного шоу подавления, поэтому 30 баксов, друзья, это очень хорошая цена. Единственное, мне очень хочется быстренько их протестировать и узнать, какое же здесь звучание. Ну а если и вам это интересно узнать, тогда продолжайте смотреть дальше. Кейс наушников ничем не примечателен. Обычный матовый пластик, который не собирает отпечатки пальцев. Он имеет прямоугольную форму с скругленными краями. Размеры средние, в ладонь полностью не помещается. Общий вес с наушниками небольшой и составил 49 грамм. На нем присутствует логотип компании, световой индикатор, глянцевая полоска, отделяющая корпус от крышки и разъем Type-C, который расположен асимметрично. Перфекционистам это может не понравиться, а остальным, наверное, будет все равно, где он расположен. Тест открытия одной рукой, кейс прошел. Открывается крышка благодаря зацепу. Ход у нее приятный, есть фиксация и под собственным весом она не закрывается. Люфт в петле совершенно отсутствует. Внутри мы видим два наушника, которые надежно удерживаются с помощью магнитов. И если хорошо потрясти, то оттуда не выпадают. За счет того, что в посадочных местах есть продолговатая крупная выемка, наушники удобно вытаскивать из кейса. Тут же мы видим маркировку левый, либо правый наушник и еле заметную многофункциональную кнопку. Сами наушники также выполнены из матового пластика. Они имеют форм-фактор внутриканальный с ножкой. Дизайн этот не новый, но ушки понравились тем, что они миниатюрные и имеют эргономичную форму. Также они легкие, вес составил 9,6 грамм. У звуковой камеры правильный угол в двух плоскостях по отношению к ножке. Этот угол точно повторяет форму ушной раковины. И поэтому наушники идеально располагаются в ушах. Смотрятся просто шикарно. И за счет легкого веса надежно там удерживаются и не выпадают. На наушниках присутствует отверстие микрофона шумоподавления, компенсационные отверстия. У основания также есть отверстие дополнительного микрофона. На фейсплейтах есть световой индикатор, который во время воспроизведения не горит. Сенсорная кнопка для управления и логотип компании. Грани ножек имеют глянцевую окантовку. На обратной стороне есть контактные площадки для зарядки с обозначением стороны наушников. И еще два отверстия основных микрофонов. Сняв амбушюру, видим короткий овальный звуковод, прикрытый сеточкой. Амбушюры в принципе хорошего качества, но я во всех своих наушниках использую насадки от Sony или KZ. С их помощью наушники в ушах лучше удерживаются за счет более удлиненной формы. А также у них очень комфортная посадка, хорошая пассивная звукоизоляция и они сильнее акцентируют бас. Насадки от Sony и KZ легко надеваются на овальные звуководы. С ними наушники без проблем помещаются в кейс и становятся на зарядку. Наушники имеют защиту IPX5, что позволяет им попадать в легкий дождь или не бояться капель пота на тренировках. После того, как мы сделаем первое сопряжение наушников с нашим телефоном, будет всплывать вот такая вот анимация. Открываем кейс, вытаскиваем наушники наружу и они быстренько подключаются по Bluetooth. В этой анимации мы также увидим уровень заряда каждого наушника. Если зайти в меню, то можем посмотреть, что они подключились по кодеку AAC. Также можно переключить на кодек CBC. К сожалению, IPX они не поддерживают. Наушники подключаются к телефону как единое устройство. То есть у него нет главного и ведомого наушника. Какое преимущество это нам дает? Запускаем трек. Кладем один наушник в кейс. Второй продолжает играть. Достаем из кейса наушник. И кладем другой. Воспроизведение дальше продолжается. То есть они переподключились. Это говорит о том, что здесь нет главного наушника, поэтому расход аккумулятора будет равномерным. И это продлит общую автономность работы. В зарядном боксе наушниках есть такая малозаметная кнопочка. Для чего она нужна? У меня на столе два телефона, с которыми я предварительно сделал сопряжение с этими наушниками. Я достаю наушники из кейса. Они долго думают и не понимают, к какому телефону подключиться. И выбирают второй телефон. Все, они к этому подрубились. Но если я хочу подключить их к первому телефону. То есть каждый раз, как я буду доставать наушники из кейса, и они будут подключаться автоматом к первому телефону, а не к второму. Для этого кладем наушники в кейс. Нажимаем на эту кнопку. Как бы даем им по голове. На время оглушаем. Они здесь что-то раз моргнули белым цветом. После этого достаем их обратно. И уже можно нажимать в меню Bluetooth первого телефона. И они подключатся к нему. И после этого каждый раз, когда мы их будем вынимать из кейса, они будут выбирать именно этот первый телефон. Если хотим сделать, чтобы они подключались автоматом к второму телефону, делаем ту же самую процедуру. К сожалению, одновременную работу с двумя телефонами наушники не поддерживают. Управляются наушники с помощью сенсорных кнопок, которые находятся чуть-чуть ниже светового индикатора. Работают они просто замечательно. Никаких ложных срабатываний у меня за весь период не было. Люблю сенсорные кнопки за то, что к ним легко прикасаешься и не давишь на наушники, которые, соответственно, давят тебе в ушную раковину и приносят дискомфорт. Но у механических также есть преимущества. Там ложные срабатывания сведены на минимум. Также еще понравилось, что сенсор не реагирует на ткань. То есть на палец он реагирует. А на любую ткань нет. Это дает нам такое преимущество, что мы можем валяться на подушке, на каком-то покрывале, одеяле и наушники не будут иметь ложных срабатываний. То есть они не будут срабатывать на воспроизведение, на паузу и так далее. Но у этих наушников еще есть одно преимущество. Сенсорные кнопки можно полностью заблокировать. Как это делается, я покажу позже. Управляются наушники очень понятно и интуитивно. Двойное нажатие на любом из наушники запускаем трек. Двойное нажатие останавливаем его. При поступлении входящего звонка, двойное нажатие «Принять звонок» и двойное нажатие «Сбросить его». Чтобы перейти на следующий трек, жмем три раза на правом наушнике. Но если нажмем три раза на левом наушнике, то у нас активируется голосовой помощник. Двухсекундное удержание кнопки на левом наушнике мы включаем игровой режим. И двухсекундное удержание на правом наушнике изменяем режимы шумоподавления. Ну и то, что всегда мне нравилось в наушниках, это контроль регулировки громкости. Делается это здесь с помощью одного нажатия. Жмем на правый наушник, мы увеличиваем громкость. А на левый по одному разу жмем, уменьшаем ее. Но это я все вам зря рассказывал, потому что наушники поддерживают приложение. Называется оно также QCY. Крутое приложение с огромным функционалом. Можно настроить все, что угодно. И что касается звука и остальных настроек. Но давайте поподробнее. В нем есть три раздела устройства. Собственно мы видим здесь, что наушники сейчас подключены. И отображается уровень заряда каждого наушника. Обнаружение. Это все, что касается магазина QCY. Можно зайти и посмотреть цены. Или выбрать наушники, которые вам понравились. И учетная запись. Это понятно. Все, что связано с вашей личной страницей и учетной записью. Основные настройки находятся в вкладке устройства. Здесь также есть еще и другие вкладки. Ну это управление музыкой. То есть такой плеер. Звук. И тут есть эквалайзер. Есть уже предустановленные пресеты. А также можно вручную откорректировать ту частоту, которую вам нравится. Например, поднять высокие, опустить низкие. И потом все это можно сохранить в памяти. Пресеты мне очень понравились. Даже я когда слушал рок, выбрал его. И действительно звук поменялся. Он стал более насыщенный. Потому что в роковых партиях очень важны басы. И если, например, в наушниках QCY T20 вот эти пресеты не работали. То здесь они очень хорошо отрабатывают. И действительно кардинально меняют качество звука. Тут же в этой страничке можно настроить баланс наушников. В настройках, друзья, здесь вообще просто рай. Почему я говорил, что я зря показывал вам нажатие? Потому что все эти нажатия можно переназначить. Например, у меня сейчас стоит на одно нажатие громкость плюс и громкость минус. Но здесь можно поменять вообще все. Оставить без эффекта. Либо сделать воспроизведение паузы. Предыдущий трек. Следующий трек. Голосовой помощник. Громкость плюс. Громкость минус. Игровой режим. И смена режимов ANC. Я считаю, что это очень круто. Потому что вы на свой вкус моделируете управление данными наушниками. И я вообще сейчас не представляю, как можно пользоваться другими наушниками, у которого нет такого приложения с гибкими настройками. Тут же есть такая графа поиск наушников. Но если честно, я не понимаю, на каком принципе она работает. У наушников весь GPS нету. Соответственно, этот GPS берется с нашего телефона. Но если мы потеряем только наушники, а телефон не потеряем, то как мы будем их искать? Или я, друзья, не прав. Если кто знает, как это работает, поправьте меня или напишите в комментарии. Для игроманов выделили специальную графу активирования игрового режима. Чтобы вы там не тыкали, не искали. Просто зашли в приложение, активировали его, либо дезактивировали. Режим сна. Этот режим блокирует сенсорные кнопки. Смотрите, друзья. Вообще никак не реагирует. Даже если вы случайно будете прикасаться к сенсорам этих наушников, то вас не будет бесить тот факт, что наушники будут жить своей жизнью. Включать, либо выключать воспроизведение, либо уменьшать, или увеличивать громкость. Обновление ПО. Как раз вчера у меня прилетело новое обновление, и наушники успешно обновились. Радует, что поддержка работает. Соответственно, если какие-то есть косяки, то они будут исправлены. В дополнительных настройках мы можем сменить имя наушников. То есть, как оно будет отображаться в меню Bluetooth. Сделать сброс до заводских настроек. Сделать сброс просто настроек. И информация о устройстве. Наверняка, самые внимательные из вас заметили, что я пропустил пункт режим шумоподавления. Потому что это я решил оставить на десерт. Наушники имеют систему активного шумоподавления. И работает она, друзья, просто шикарно. Активное шумоподавление. Раньше это было удел очень дорогих наушников. И я был приятно удивлен, что в этих наушниках за 28 долларов, а именно столько они стоили на распродаже, есть такая опция. Когда я первый раз одел наушники и включил систему шумоподавления, я просто офигел. Представьте себе, вы пришли усталый с ночной смены, легли спать, а сосед ваш долбит стену перфоратором. На улице там что-то лает собака. Кричит ребенок. Работает громко телевизор. Гудят автомобили за окном. Все это, друзья, просто вы не услышите. Такое ощущение, как будто вас поместили в какую-то хорошо изолированную камеру. Я очень чутко сплю. Любой шорох я просыпаюсь. Но с этими наушниками я просто сплю и нифига не слышу. Но это еще не все. Зайдя сюда в настройки, в этом разделе снижения шума, есть три варианта настроек. В помещении, в шумной обстановке и в очень шумной обстановке, например, на дороге. Я действительно выходил на дорогу, мимо меня проезжали большегрузные автомобили. Блин, такое ощущение, как будто это какое-то было кино. Кино немое, потому что я не слышал, как они проезжали. Еле-еле-еле шелестели там скаты. Как будто им надели какие-то там мягкие тапочки. Они просто бесшумно проезжали мимо меня. С одной стороны, это даже немножко пугает, потому что, блин, ты видишь картинку, а звука не слышишь. В общем, шумодав отрабатывает просто отлично. И нет такого давления на уши, там какого-то белого шума. В общем, каких-то раздражающих факторов. Просто шум снижается где-то на 50, может быть 60%. И вам комфортно, вы не нервничаете. Просто наслаждаетесь качественной музыкой. Надеваете, включаете музыку не на полную громкость, а на 30%. Потому что вы звуки не слышите лишние извне. И вам хватает этой громкости за глаза. Но вы скажете, блин, а как же безопасность? Например, если я катаюсь там на скейте, на велосипеде, чтобы меня какая-то там машина не сбила. Есть еще и прозрачный режим, который также имеет еще степени регулировки. Здесь их 6 штук. То есть, вы можете подрегулировать степень слышимости этих наушников. И что мне понравилось? Звук не искажается. Он ровно передается такой, как бы если бы вы не надели никакие наушники. То есть, нет никакого искажения. Еще раз повторяю, складывается такое впечатление, как будто у вас вообще никаких наушников нет в ушах. Ну и третий режим. Это нормальный, когда все отключено. И прозрачный режим, и система активного шумоподавления. То есть, они превращаются в обычные наушники. Что мне еще также понравилось? Я вам говорил ранее, что с помощью этих пресетов можно настроить звук. То есть, как бы такой эквалайзер. Если мы, например, выберем настройку рок, то басы немножко приподнимутся. Но что интересно, если мы включаем активное шумоподавление, то в этом случае поднимаются высокие и средние частоты. Получается такой классный сбалансированный звук. И если честно, я удивлен, так как раньше я считал, что система активного шумоподавления, наоборот, портит общую звуковую картину. А здесь качество звучания даже чуть-чуть улучшается. Что касается автономности, друзья, здесь опять же все на высшем уровне. Вообще, может сложиться впечатление, что я постоянно хвалю эти наушники. Но действительно, я не нашел никаких здесь серьезных недочетов, минусов и каких-то глюков при работе. В каждом наушнике установлен аккумулятор на 43 мАч, а в зарядном кейсе на 350 мАч. Производитель заявил, что наушники способны проиграть около 7,5 часов. Но там не говорится, на каком уровне громкости. У меня же на 80% наушники отыграли около 6 часов 15 минут. Это без включенного активного шумоподавления. Стоит нам включить эту функцию, время сократится примерно на 1 час 15 минут. Это будет где-то около 5 часов, что тоже очень хороший показатель. Наушники можно перезарядить от кейса около 4 раз. Получается общая продолжительность их работы, учитывая, что наушники будут уже один раз заряжены. А потом их можно еще 4 раза перезарядить. И мы имеем 30 часов воспроизведения качественной музыки без шума. Заряжаются наушники от кейса за 1 час и 30 минут. А кейс заряжается где-то около 2 часов. Здесь есть разъем Type-C, это круто. А также световой индикатор. Когда мы подключаем, он горит красным цветом. Когда кейс зарядится, он будет гореть белым цветом. Узнать уровень заряда каждого наушника можно в приложении. А также в меню Bluetooth. Здесь написано 100%. Но также очень хотелось бы, чтобы отображался еще и уровень заряда кейса. Здесь этого нет. А узнать уровень заряда у вас получится с помощью нажатием этой кнопки. Нажимаем ее. Светодиод горит белым цветом. А когда останется всего лишь 20% заряда, он будет гореть красным. Вот такой вот примитивный способ. Но тем не менее, хоть что-то да есть. Многие покупают наушники не только для прослушивания музыки, а использовать их как гарнитуру. Например, вам позвонили, вы за рулем и очень удобно ответить с них. И поговорить с собеседником, не отрываясь от дороги. Да и чтобы штраф не заработать. Так вот, я опять не перестаю удивляться. Здесь, друзья, установлены 3 микрофона в каждом наушнике. И здесь не просто установлены микрофоны, а также они работают с системой шумоподавления. То есть, по идее, должны очень хорошо глушить посторонние звуки. И голос должен быть чистый. Я, конечно же, это все дело протестировал. И по 10-бальной системе я бы отдал бы 10 с минусом. Таких качественных микрофонов я еще не встречал ни в одних наушниках. Повторяю, за эту стоимость. Давайте я вам сейчас продемонстрирую фрагменты записи, сделанные в домашних условиях и в условиях шумной улицы. 1, 2, 3, 4, 5. Это тест микрофонов наушников QCY-HT05. И примерно вот так буду слышать ваш голос, собеседник на том конце провода. 1, 2, 3, 4, 5. Это тест микрофона наушников QCY-HT05. Нахожусь сейчас на улице. И примерно вот так буду слышать ваш голос, собеседник на том конце провода. 1, 2, 3, 4, 5. Это тест микрофона наушников QCY в условиях шумной улицы. Нахожусь сейчас на улице. Мимо меня проезжает автомобиль. И примерно вот так буду слышать ваш голос, собеседник на том конце провода. Сейчас вы послушаете два варианта записи. Один сделанный на микрофон камеры, а другие на микрофон наушниками, чтобы оценить работу шумоподавления. 1, 2, 3, 4, 5. Это тест микрофона наушников QCY в условиях шумной улицы. Нахожусь сейчас на улице. Мимо меня проезжает автомобиль. И примерно вот так буду слышать ваш голос, собеседник на том конце провода. Сейчас вы послушаете два варианта записи. Один сделанный на микрофон камеры, а другие на микрофон наушниками, чтобы оценить работу шумоподавления. У наушников просто шикарное качество Bluetooth соединения. За все время тестирования никаких отвалов связи я не наблюдал. В доме они легко пробивают три стены. Ну а на открытом пространстве это расстояние составило... 99,100, друзья. 100 метров я насчитал, потому что нахожусь на футбольном поле. И там на первых воротах находится мой телефон на штативе. И я сейчас нахожусь на вторых воротах. И, как видим, связь устойчивая. То есть 100 метров они легко добивают на открытом пространстве. Ну что ж, очень крутой результат. В YouTube отставания звука совершенно нет. Что касается игры, благодаря модулю Bluetooth 5.2 отставание звука минимально. Но у наушников есть игровой режим. Заходим в приложение, активируем его. И отставание звука... ...пропадает совсем. Очень комфортно играть... ...без задержки звука. Так как все-таки они звучат? Начнем с того, что в наушниках установлены 10-ти миллиметровые динамические драйверы... ...с графеновой мембраной. И современный чип для обработки звука. Все это вместе дает очень насыщенное, яркое, выразительное и детализированное звучание. У них на удивление сбалансированный характер, где все частоты образуют ровную линию АЧХ. И не преобладают друг над другом. Низкие частоты звучат плотно и чисто. В некоторых композициях они могут иметь хорошую глубину и структуру. Но иногда нижнего баса чуть-чуть не хватает. Его заменяет средний бас, который находится на стыке низких и средних частот. Средние частоты сочные, объемные, с хорошим разрешением. Провал вообще не ощущается, голоса как на ладони. Сцена очень широкая. Подобный эффект с расширенной сценой позволяет сосредоточиться на конкретном треке. Не сказать, что все здесь супер четко и прозрачно, но необходимые нюансы присутствуют и находятся на своих местах. Высокие частоты также не задвинуты на задний план, но и не сильно выделяется, из-за чего ничего не свистит, не режет и не песочит. По максимальной громкости здесь все отлично, запас у них очень приличный. Любители громко слушать музыку оценят тот факт, что система шумоподавления глушит все звуки извне. И поэтому не нужно будет компенсировать поднятием громкости. Комфортный режим около 50-60%. Дальше уже может быть просто опасно для слуха. В целом качество звучания этих наушников мне очень понравилось. Каких-то явных косяков по звуку здесь нет. Просто не забудьте подобрать хорошие амбушюры, а также качество звука напрямую будет еще зависеть от источника и настроек эквалайзера. Ну а теперь по минусам. Беспроводной зарядки нет, мультипоид не поддерживается и нет датчика автопаузы. Хотя я не уверен, должно ли это все быть при такой стоимости. Всем спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, какие гаджеты вас интересуют для обзора. А также не забудьте подписаться, поставить лайк и обязательно активировать колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видосов. Всем удачи, пока-пока.